Принести тяжелые сумки с продуктами, убраться в доме, получить пенсию, купить лекарства, сходить на почту, оплатить счета. Каждая из 13 подопечных соцработника Ольги Чаркиной с нетерпением ждет ее появление. Доброе утро, Нина Петровна. Вы меня даже здесь в коридоре встречаете. Заждались? Да. К 85-летней Нине Вуколовой Ольга приходит два раза в неделю. Нина Петровна долго отказывалась от помощи, совсем справлялась сама. Ведь на пенсию вышла всего 4 года назад. На фабрике работала обойщицей. Потом, когда оттуда рассчиталась, я устроилась здесь, работала уборщицей. Убирала два дома и еще бусорку. И вот только четвертый год она пенсии. Выходит на улицу погулять, она может сама еще выйти погулять по дому. В основном все она делает сама, конечно. Но уже силы не те, мы уже стараемся облегчить ей. Жизнь, приносим продукты. Если нужно, можем и за квартиру заплатить, и лекарства купить. В социальной сфере Ольга Чаркина работает три года. Она шла эту вакансию через подругу. Поняла, что это действительно то, чем она хотела бы заниматься всю жизнь. Подход к каждому пенсионеру индивидуальный. По потребностям. Кому, какие услуги нужны. Есть больные люди, которые лежат, инвалиды, которые вообще лежат. Соответственно, у них идет и кормление, и замена памперса. Поэтому услуги, к каждому пенсионеру индивидуальный подход. Быть терпеливой, мудрой, выносливой и любить тех, кто в тебе нуждается. Именно такими качествами, считает Ольга, должен обладать соцработник. Обслуживает хорошо. Помогает. Другой раз что-нибудь не в готовности. Бывает иногда. Помогает мне всегда. И приносит сюда. Все приносит. Все хорошее. Есть у меня бабушки, дедушки, к которым я хожу каждый день. Это непосредственно те, которые уже не могут самостоятельно ничего дома делать. Мы кормим их. В нашей работе не может быть случайных людей. Это труд по призванию, считает Ольга Чаркина. Он по плечу только тем, кто целиком отдает себя заботе о других. Несомненно, социальный работник – это не просто профессия. Это скорее образ жизни и состояние души. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.